Добрый вечер! Начну чуть не с сегодняшнего матча, а с предисловием большого пола. Все-таки, кто подумал, мы высоко подняли планку, поэтому в этом году в чемпионате у нас команды в основном, большинство команд не все, но большинство команд ставят по главу обороны, прежде всего. Готовятся в обороне, чтобы страховать. Об атаках, наверное, не больше думают, а больше думают об обороне. Он не будет нас приостановить. Мы столкнулись с этим, но скажу так, что мы будем биться в эти стены, мы будем взламывать, но мы никогда не поменяем свою философию, мы будем играть по атакам. И сегодняшний день, по той заявке на матч, которую вы видели, прежде всего мы, что два нападающих, поэтому отсюда вывод такой, что мы в этой игре не ссылались на случай. Мы ставили в одну задачу победу в основное время. У нас это получилось. Поэтому кулак, я думаю, заслуженный и Гродно, болельщики и те люди, которые нас поддерживают, большое им спасибо. Для Гродно это праздник. Спасибо. Прошу ваши вопросы. Сергей Федорович, Андрей Ветрович, вы говорили о игрокам в ротацию в предыдущем матче с Луцком. Сегодня часть из них вышла в акции. Насколько это помогло? Ну, очевидно, что помогло. А как оценить все это? Как это хуже? Ну, поймите, правильно, в таком режиме тяжело. Как не будет, человеческое организм все равно требует отдых. У нас в обоим их зарядок, в наших человек. И почему не дать шанс друзьям ребятам выйти и проявиться? Я не скажу, что это был неправильный матч. Он мог сладоваться по разной ситуации. Забей в Аракса на тренинге ВОП с Луцком. И я думаю, что ни вариант А, ни вариант Б с Луцком не помогает. Поэтому я не скажу, что... Да, мы целенаправленно давай отдохнуть в Гуджигире. Но видите, как ситуация получит. Нас просто федерация вела в заблуждение. Поэтому это ихний вопрос. Я не хочу сейчас этого касаться, обращать праздник. Скажу так, что есть в принципе в жизни. Не рой яму другу по лишним усам. Как было, так есть. Поэтому вышли другие ребята. Вышел кухарщик, который сегодня принес многоломажный вклад в победу. Поэтому все, что не делается, делается к лучшему. Да, мы хотели в Слуцке сыграть, выиграть. Никто не... Но это футбол. Я думаю, что даже Теярин Николаевич отметил, что на пресс-конференции, что выиграем мы в Слуцке, или как мы и получилось, проиграли. Наш настрой бы это ничем нести. Ребята были сильно заряжены. И я думаю, они запоминали сильно. Спасибо. Еще вопрос? Еще? Два вопроса по структуре. Первый, так, флакчик на левом фланге и в опорной, прямо с какого? Евдокимов. Евдокимов. Хотя, в принципе, были и коллеги. Кимов. Ну, так выбрали. Потому что, еще раз говорю, мы сделали выводы после прорешного матча с Сыслич чемпионатом. Мы долго анализировали, что у нас не получилось в «Артайке». И выбрали этих ребят на старте матча. Я думаю, это было правильное решение. Еще вопрос? Андрей Викторович, добавил с опция «Ковцов» в атаку, появился тот нападающий, которого не хватало, чтобы отпускать два нападающих. Вышли бы, вдруг нападающий, если «Ковцов» все-таки был в «Артайке». Мы до последнего не знали, как случится, отпустят его, не отпустят в эту ночь. Поэтому, даже если бы его не отпустили, мы бы все равно вышли в данную ночь. С выходом Ивана Садомничева на поле вы играли на роль. Продолжит ли Иван свой место на поле занимать? Я скажу так, что сегодня у нас в «Омстере» хороший центральный защитник. Лавик, Покомин, Садомничий, да, и «Премьер». Я думаю, что в таких играх все-таки в паре опыт Ивана Николаевича сегодня очень помог. Поэтому он свое дело сделал, дальше будет, к примеру, играть Лавик с Покомином. Потому что Лемичик тоже должен был сегодня один быть на поле. Как не крути. Ну и Ковц справляется, физически он готов. Тем более и пара Лавик с Покомином сегодня смотрится тоже хорошо. Поэтому мы на всех надеемся, у всех, кто у нас есть заявка. Мы на всех, у нас чемпионат длинный. Кубок мы уже выиграли, теперь у нас есть два направления. Это Лига, конференция и боевая забега. И последний вопрос. В ближайший тур мы играем дома. С принципиальным соперником Западной Адербии. Чего ждете от этого матча? Ну, почему нужно победить? Раз вы уже начали болельщикам, так, примечать победу, надо держать лапу, тем более дома. Это чемпионат и чемпионат, это все по-другому. Сейчас мы уже завтра забудем об этом. И будем готовиться к сравненоправлению к субботному матчу. Спасибо, Собеда, Светлана. Спасибо.